Противодействие коррупции – задача, которую невозможно решить без заинтересованности и четко отлаженного взаимодействия всех структур. О том, что уже удалось сделать и о том, что необходимо для более эффективной работы, говорили на заседании Координационного совета у главы Чувашии Михаила Игнатьева. За прошлый год правоохранительные органы выявили 695 коррупционных преступлений, по которым заведено почти 550 уголовных дел. По мнению главы Чувашии, одна из действенных превентивных мер – кадровая политика. Кадровую политику нужно направлять на пресечение случаев несоблюдения ограничений и запретов обязанностей, установленных законодательством. Должно быть четкое соответствие предъявляемым требованиям к государственным служащим. Мы проводим конкурсы, формируем кадровый резерв, согласовываем, консультируемся с соответствующими правоохранительными органами. Поэтому мы здесь вроде бы делаем все для того, чтобы недобросовестные личности не попали в этот кадровый резерв, а потом не получили соответствующее назначение. Поэтому здесь эту работу нам нужно усиливать, открыто, публично проводить все эти конкурсы при замещении государственных должностей. Во всех муниципалитетах созданы специальные комиссии по соблюдению требований по служебному поведению к муниципальным служащим и урегулированию конфликтов интересов. Всего их 329. В соответствии с рекомендациями комиссии по решению представителя нанимателя или работодателя в 2012 году 89 муниципальных служащих были привлечены к дисциплинарной ответственности. В 2011 году было 8 муниципальных служащих, которые были привлечены к дисциплинарной ответственности. А также один материал в Красноармейском районе был направлен в правоохранительные органы. Однако в некоторых муниципалитетах комиссии вообще не работают, обратил внимание глава ЧУАШИ. В таких случаях надо проводить выездные проверки, обучать членов комиссий на местах подсказывать, как сделать работу эффективной. Правоохранительные органы отчитались о выявлении пресечения коррупционных нарушений в 2012 году. На интернет-сайте МВД функционирует интерактивная приемная, где заявитель может оставить свое сообщение, либо задать вопрос. Осуществляется личный прием граждан руководителями всех подразделений МВД. Кроме того, указанные руководители ежемесячно в рамках проведения единых информационных дней инициативно осуществляют выезды в муниципалитеты республики, где в ходе встречи с гражданами, информируют их о результатах антикоррупционных мер, а также в качестве обратной связи имеют возможность довести до руководителей, имеющихся сведения о фактах коррупционных проявлений. Задача Министерства экономического развития промышленности и торговли – выявлять и сокращать коррупциогенные риски, возникающие при реализации инвестиционных проектов, а также ввести мониторинг цен на закупаемые продукты. Минэкономразвитие еженедельно публикует на сайте Министерства рекомендуемые цены на основные продукты питания. И также с августа 2012 года проводит ежемесячный мониторинг по результатам государственных контрактов на закупку продуктов питания. В августе выявлено отклонение на общую сумму 34,4 тысячи рублей, в сентябре выявлено отклонение на общую сумму 41 тысячи рублей, а уже в октябре и ноябре эти показатели были снижены и, соответственно, в октябре сумма отклонений, то есть превышение закупочных цен составила 4,4 тысячи рублей, в декабре общая сумма – 4 тысячи рублей. Бюджетная эффективность от размещения государственного заказа Чувашской Республики на торгах и путем запроса котировок по итогам 2012 года составила 755 миллионов рублей, по муниципальному заказу – 323 миллиона рублей. Глава Чуваши отметил, проведение торгов и конкурсов должно быть под особым контролем. Обращаю внимание государственных и муниципальных заказчиков, что необходимо исключить в случае необоснованного вне конкурсного размещения заказов, при признании торгов и запросов котировок несостоявшимися, обеспечить повторное размещение заказов максимально на конкурсной основе, открыто и публично. По результатам проверок, проводимых управлением Росреестра по Чувашской Республике, наиболее частыми нарушениями в 2012 году были самовольное занятие земельных участков и использование земельных участков без оформленных в установленном порядке документов. Особенно остро стоит вопрос Чебоксарах по улицам 40 лет Октября, Марата, 7-я линия проезда Мясокомбинатский. У проживающих на этих улицах граждан нет никаких документов ни на землю, ни на жилой дом, кроме домовой книги. Михаил Игнатьев рекомендовал администрации столицы не оставлять этот вопрос без внимания и как можно быстрее определиться с решением по данным землям. Елена Гальперина, Евгений Анисимов, Республика.